привет друзья во многих наших роликах вы видели вот этого малыша и просили о нем рассказать поэтому сегодня мы вас знакомим с ригой мини выпускался этот мокик с 1982 по 1997 год были модели рига мини 26 и рига мини 30 это у нас уже тридцатка 94 года выпуска о 26 модели ее отличить очень легко здесь уже у нас ножное переключение передач и маятниковая задняя вилка с амортизаторами но этот мопед несмотря на то что он такой скромный по размерам на самом деле очень важен для компании причем настолько важен что он даже запечатлен на эмблеме завода действительно завод саркана звайзны начал свое существование в 1958 году появилась первая рига 1 но так как двигатель был не удавшийся шаулявского завода тогда еще наши латышские друзья обратились к чешским товарищам тогда еще тоже товарищи за помощью и взяли лицензию на выпуск двигателя от мопеда я вас тадион после этого когда был создан новый двигатель на базе я вас кого агрегата все проблемы детские болячки и двигатели и самих мопедов риги были устранены сегодня конечно мы застрим внимание именно на этой модели потому что мопеды рига у нас еще будут в обзорах кстати друзья этот мини могик нам достался вот в таком состоянии как вы увидите полностью новым мы его достали из коробки и я думаю что сегодня мы его немножко протестируем да немножко протестируем я так понимаю что этот мопед будет пожизненно на обкатке потому что ну на нем мы проехались по моему два раза на выставке там метров подвески и пару раз сделали два три круга по территории после того как завели единственная проблема с запуском этого мопеда после сборки было с карбюратором после промывки карбюратором что внутри консервационная смазка превратилась уже в такой деготь и забила все каналы жиклеры после промывки мопед заработал исправно потом появилась маленькая проблема с тут уже стоит кстати электронное зажигание самим зажиганием потому что выдавала плохую зарядку когда почистили все контакты работает все в идеале друзья данный мопед был выпущен уже в независимой латвии этот мопед выпускался в двух странах в ссср и в латвии сейчас нет друзья уже не ссср нет чехословакии которая помогла с двигателем нет югославии многих других стран которые потихоньку развалятся но эти старички до сих пор бодро бегают по дорогам наших стран и являются уже предметом не то что средства передвижения а фетиша у коллекционеров действительно друзья фишка минималки к в том что он кардинально отличался от продукции других заводов этот мопед не просто очень маленький он может быть практически в два раза меньше колесная база мопеда составляет один метр длина полтора метра высота по рулю 1 метр но благодаря ключу на 17 и немножко покрутить руками смотрите во что он превращается действительно друзья благодаря таким скажем велосипедным моментом которые были только в этом окики здесь можно опустить сидение и руль за счет этого мопед был очень компактный его можно было перевозить в багажнике автомобиля поднимать скажем так на балкон вес его составляет всего 50 килограмм ну не знаю второго такого компактного мопеда я припомнить не могу ну я думаю что скорее всего конструкторы завода сарка нас гвозь на были воодушевлены самоделами мопедами движение самоде самоделок было очень популярно в советском союзе как автомобилей мотоциклов тракторов мопедов и это очень кстати поддерживалось государством ну ребята он складывается полностью зеркало просто хорошо затянуто разворачивать не будем получается вот такой вариант при весе в 50 килограмм почему это была мечта советского гражданина у нас было мало частных домов у нас были в основном квартиры и мы мопеды мотоциклы хранились в перегородках между квартирами на лоджиях в коридорах при весе 50 килограмм его в принципе можно легко одному поднять и поставить мы кстати этот мопед ставили в наше рено ездили выезжали когда на выставку он легко входит в багажник и легко выходит кстати друзья обратите внимание когда сиденье опущена максимально вниз за рулем может ехать ну я думаю что ребенок лет шести-семи запросто да я думаю да тем более кстати что мне нравится при его весе очень хорошая эффективность торможения и мокик за при заявленных 40 45 до километров в час реально пацаны разгоняли его до 50 55 бывало и такое поэтому действительно мопеда думаю прогрессивный мокик точнее мопед это то что у нас с педалями тут с кикстартером мог их прогрессивный и действительно какой пацан из 80-х не мечтал от такой тачки такой лайбе когда можно было бы подъехать школу блатануть перед девчонками это было просто мечта конечно потом когда позже появилась восемьдесят шестом или восемьдесят семем году рига дельта немножко предпочтению пацанов по моему изменили все хотели да уже было было круто но это друзья не все особенности этого мокика у него еще очень характерные маленькие колеса и на 26 модели стояли достаточно жесткие шины порой люди прокалывали покрышку и даже об этом не знали продолжали ехать на тридцатке уже стоит более мягкая покрышка опять-таки другая задняя подвеска поэтому я уверен что именно тридцатка более комфортная в ходу чем 26 но это мы сейчас соберем теперь на место возвращать и проверим кстати что самое интересное друзья мопед мокик точнее рассчитан на максимальную нагрузку 100 килограмм сейчас мы проверим опять же напоминаю что мопед еще на обкатке наверно будет на обкатке пожизненно вот у меня 110 килограмм живого веса как как говорят мясники плюс друзья еще уже холодно сколько одежды еще наверно килограмм 10 и того 120 килограмм посмотрим как потянет этот малыш итак друзья перед запуском вас немножко познакомлю с органами управления понятно что здесь нет каких-то современных опций стартеров в подогревах ручек все в принципе тривиально и просто но для тех кто не знает что мы имеем с одной стороны у нас идет газ опять напоминаю здесь ножное переключение передач у нас стоит двигатель v501 м с ножным переключением и мощностью 1,8 лошадиных сил кстати этот малыш потребляет на 100 километров пути всего лишь два литра бензина поэтому даже по нынешним временам это экономно здесь мы имеем рукоятку газа ручной тормоз на переднее колесо с этой стороны у нас идет как на любом мотоцикле сцепление и здесь еще один стоит блок управления это блок управления сигнал сейчас мы его заведем послушаем и в управление фарой ближний дальний свет мог их также оборудован жабкой на тормоз поэтому здесь все по взрослому как на мотоцикле тех лет горит даже задний ход но теперь давайте попробуем его запустить для запуска мы открываем краник который кстати почему-то неудобно находится с этой стороны ну вот такое откидываем лапку кикстартера кстати вы посмотрите как от времени новая резинка но видно так пересохла что и так много мы его заводили но она уже начинает распадаться задубела стала дубовая теперь у нас такой маленький карбюратор если честно я проклял этот карбюратор когда разбирал и перебирал потому что пальцы уже никак у ребенка большие и подлезть под вот эти вот гаечки вытащить с такими минимальными зазорами размерами это было очень проблематично особенно было обидно когда я неправильно поставил иголку и пришлось разбирать его еще один раз там конечно был такой трехэтажный дактиль что лучше детям этого было не слышать так нажимаем утапливаем кнопку поплавка подкачали и здесь у нас стоит клавиша обогатителя но она опять почему-то стоит с той стороны она используется для холодного запуска мотора у глушилки двигателя у него есть три положения посередине это он у нас работает двигатель по краям это заглушил ставим посередине и пробуем завести ребята послушайте это звук это звук из детства по крайней мере из моего так точно это было действительно несбыточная мечта потому что ригами не стоило дороже карпат а карпат это уже тоже была потевременно все таки в районе 220 250 рублей это были хорошие деньги и когда кто-то куда-то приезжал например замороженным или приезжал во двор это был как праздник это был как выход в театр это было очень круто а теперь послушайте как работает наш сигнал о котором я говорил это тоже непередаваемый звук так ну когда мопед прогревается чтобы сбросить обогатитель надо просто нажать газ обогатитель обратно возвращается автоматически свое положение вот у нас работает фара кстати что самое интересное это оптика она ставилась точно такая же на карпатах на последних на дельтах оптика действительно очень хорошая и ночью было ездить действительно комфортно с ней а сейчас друзья придет дима и мы немножко прокатимся что друзья мопед сейчас перегруза поэтому немножко оттолкнемся у нас есть двухступенчатая коробка передач ножного переключения гораздо удобнее тем тем ручное и регулировок не требует и другого геморроя не присутствует если честно чувствую себя как байкер бегемот из мультика рэн из кемпи шоу явно что мопед мокер точнее для меня реально маловато на мотоцикле крутится гораздо интереснее но все равно это ни с чем не передаваемые ощущения я вот еду друзья и думаю о чем я мечтал восьмидесятые наверное все таки карпат и дельта были немножко по приеме может быть благодаря маленьким колесам и конечно под моим весом мопед очень так гуляет очень сильно если там и не знаю будет видно но мне его даже жалко поэтому мне лучше не ездить поэтому я думаю давайте его отдадим диме дима больше подходит по весовой категории на друзья действительно на этой технике чувствую себя нелепо и комично вот конечно она маловато под мои габариты но я получил огромное удовольствие и действительно скинул наверное лет 32 со своих плеч это было круто друзья ну что друзья вот исполнилась моя мечта детства я действительно мечтала такой минимотики его теперь одним катаюсь при том как мне кажется что делаю это гораздо веселее чем максим все-таки век у меня поменьше не могу сказать что он прямо рвет подо мной этот малыш но в принципе едет едет не задыхается хотя все-таки поворотах я хочу свою не очень уверенно потому что он достаточно компактный короткая база и как-то он погуляет подо мной так мы все равно интересно не знаю такими компактными колесами эта техника больше рассчитана конечно под асфальт но на самом деле и на рыбалку мы не гоняли и по селам по грунтовкам растекали моктик был действительно очень популярный очень любимый в народе ну вот на асфальте я себя чувствую на нем гораздо увереннее по грунтовке конечно кататься не буду подумал что все дело привычки принципе необычное ощущение вызывает еще то что здесь велосипедное сидение а не мотоциклетная я чувствую как она подо мной немножечко играет итак друзья сегодня мы вас познакомили вот с этим вот малышом но мы-то занимаемся еще и более крупной техникой ссылки на видео про эти три автобуса смотрите в описании друзья мои хочу обратить ваше внимание на канал на ю тубе техно енот парень действительно занимается правильным делом он заставляет нас помнить кусочки автоистории особенно мне понравился его раздел календарь истории смотрю каждый день большое спасибо техно енот смотрим и рекомендую нашим зрителям ссылка тоже будет в описании не забывайте следить за нашими роликами чтобы не пропускать все новинки в кузнице тест-драйва подписывайтесь на наш канал рекомендуйте его друзьям не забывайте кликать на колокольчик и получать оповещение обо всех новых видео и не забывайте мы куем для вас тесты на земле на воде и на дырчика пока друзья до новых встреч